Наша архитектура. Метизно-фурнитурный завод. В дореволюционном семипалатинске промышленность была развита слабо и носила однобокий, ярко выраженный колониальный характер. Эти окраины России, особенно Туркестан, говорится в резолюции 10-го съезда РКПБ, находившиеся на положении колонии и полуколонии, насильственно удерживали в роли поставщиков всякого рода сырья, которое обрабатывалось в центре. Это была причина их отсталости и мешала возникновению и тем более развитию промышленного пролетариата среди этих угнетенных народов. Эта характеристика, объясняющая колониальный характер развития промышленности в окраинах Российской империи, в полной мере относится к Казахстану и в частности к Семипалатинску. Как видно из обзора Семипалатинской области за 1901 год, развитие местной промышленности также тормозили такие причины, как малая населенность края, отсутствие технических знаний и достаточных средств и слабое развитие путей сообщения. Но с промышленным подъемом в центральных областях России и возрастанием спроса на сырье в городе все же увеличилось число промышленных предприятий, занятых, однако, в основном первичной переработкой местного сырья. В городе имелись салотопленные, мыловаренные, кожевенные, шерстомойные, маслодельные заводы. Но и по величине производства, и по простоте используемых механизмов все эти предприятия были скорее ремесленными, чем промышленными. Также во всех городах края имелись мельницы. Оборудование их было весьма примитивным, основанным на применении силы ветра, воды, лошадей. Большинство мукомольных предприятий представляли собой мелкие и технически несовершенные мельницы, которые сбывали свою продукцию на местном рынке. Однако, наряду с мелкими мельницами в городе стали появляться более крупные паровые мельницы. Крупные мукомолы Семипалатинска объединились в единое акционерное общество семипалатинских паровых машин. Большой сдвиг в развитии местной промышленности сыграло строительство железной дороги – Сибирской магистрали, которая проходила через Семипалатинск. И наибольшая концентрация капиталов произошла именно в мукомольной промышленности. Это привело к созданию в городе таких крупных мукомольных производств, как Мусин и Ко, Красильщиков и Ко, Плещеев и Ко. Здание паровой мельницы купцов Мусиных, ныне метизно-фурнитурный завод, единственное сохранившееся с тех времен. Мельница была построена известными семипалатинскими предпринимателями, братьями Фатыхом и Латифом Мусиными примерно в 1900 году. Чтобы обеспечить бесперебойную работу мельницы, Мусины купили у известного купца Елисеева 20 тонн семян ржи и посеяли их в районе Белягача и Сарнугая. И даже в засушливые годы это хозяйство давало не менее 10 центров зерна с гектара. Пшеница завозилась в основном из Алтая. Рядом с мельницей располагались склады, где хранилась готовая продукция. В годы Великой Отечественной войны Киевский фурнитурный завод был эвакуирован в Кемеровскую область на станцию «Промышленная». Позднее, в 1947 году, часть завода была перевезена в Семипалатинск и размещена в здании паровой мельницы. Постепенно предприятие расширялось и стало называться Семипалатинским метизно-фурнитурным заводом. После приватизации завод стал частным предприятием, но профиль производства сохранился. Здание метизно-фурнитурного завода является памятником промышленной архитектуры и занесено в государственный список объектов историко-культурного наследия местного значения. Это пятиэтажное здание из красного кирпича с каменным бутовым фундаментом, с высокими окнами с полукруглыми проемами, фасад со сдержанным декором. Все это делает его похожим больше на средневековый замок, чем на промышленный объект. Высота здания 10,4 метра. Полезная высота внутренних помещений 3,5 метра. Объем всего здания 2964 кубических метра. Оно представляет собой большой интерес как образец промышленной архитектуры конца 19-го, начала 20-го веков. Продолжение следует...